Дмитрий Буймистру. Фейки о вовлечении в войну, страшилки о румынизации и дезинформации на тему референдума. Нарративы о вооружении Молдовы. Молдова в этом случае идеальный плацдарм для развертывания здесь натовской военной штаб-квартиры. И судя по всему, это только начало превращения нашей страны не в цветущий европейский сад Жозепа Борреля, а в украинский тыл. Для чего мы вооружаемся? Неужели ПАС действительно хотят отправить наших солдат на убой против Москвы или Тирасполя? Пока они находятся у власти, делают все для того, чтобы нас в эти военные разборки затащить. Нет никаких доказательств в поддержку этих утверждений. Сценарии Украины, вооружение или вовлечение Республики Молдова в войну – одни из излюбленных нарративов кремлевской пропаганды, о которых СтопФалс МДЭ писал неоднократно. Румынизация через образование, политику и армию. Такое чувство, что наших молдавских, я подчеркиваю, это педагогов, специально пытаются вытравить систему образования, чтобы заменить их на кошерных румынских. Оказывается, из-за прута к нам приедут около 300 учителей, которые должны будут перекрыть дефицит кадров. Фейк. Сейчас ПАС лишила независимости еще и армии. На днях Минобороны подписала новое соглашение с коллегами из Румынии и лихо передала бухарестским братушкам узды руководства. На самом деле, министры Молдовы и Румынии подписали соглашение, которое предусматривает взаимную поддержку в области подготовки и совместного участия в миссиях и операциях под эгидой международных организаций, таких как Евросоюз. В документе не идет речь о передаче контроля над армией. Дезинформирование о референдуме насчет европейской интеграции. При успехе референдума они напишут там в Конституции все что угодно. Конституция, высший закон государства, будет переписываться пасовцами без ограничений. На самом деле, изменения, которые будут внесены в Конституцию, четко определены законом. Текст Конституции будет дополнен разделом, который гласит, что Молдова присоединяется к учредительным договорам и к актам Евросоюза. Буймистру начинал медийную карьеру под покровительством партии социалистов. Работал на телеканале «Эксклусив ТВТНТ», принадлежащий социалистам. Буймистру сбежал из Молдовы и является ведущим онлайн-телеканала «МД-24», который продвигает Илана Шора и политические силы, связанные с беглым олигархом. Дмитрий Буймистру. Фейки о вовлечении в войну, страшилке о руманизации и дезинформации на тему референдума.